В этом медицинском эксперименте, который проводит на МКС Олег Котов, глаза – главный объект исследований. На высоте в 450 километров самым уязвимым в невесомости оказывается зрение. Вот вы сейчас видите то, что видит компьютер. Посмотрите, как двигаются глаза. Попытка поймать взгляд и удержать какой-то объект. То, что мы делаем все время в процессе нашей жизни на Земле, ну, собственно, делаем и в космосе, оно сохраняется. Вот это и есть самое интересное в этом эксперименте. Глазам особенно сложно адаптироваться в космическом пространстве. Первые дни для экипажа просто мучительны. Трудно зафиксировать взгляд и обработать визуальную информацию. Как отмечают космонавты, ощущение словно стоишь на голове. Мы с вами находимся в малом исследовательском модуле 1 под именем «Рассвет» на российском сегменте. На этом модуле много самых различных экспериментов, связанных и с радиационной обстановкой, и с ускорениями, и микроускорениями, и с вибрациями корпуса Международной космической станции. Федору Юрчихину есть чем сравнивать. Недавно он вернулся из своей четвертой экспедиции на орбиту. Отмечает, на станции науки стало больше. Орбитальная лаборатория приросла новыми научными модулями. Отсутствие силы притяжения делает МКС уникальным местом для новых исследований. Начинаем проведение эстафеты Олимпийского огня. Выход в открытый космос. Олимпийский факел за пределами станции – лишь малая часть внекорабельной деятельности. Факел пролетел над землей один виток – 108 минут. А дальше вновь – научная работа. Ну и впереди новые выходы. Новые выходы, которых много. Ну, по крайней мере, в этой экспедиции еще один будет точный в декабре. Космонавты на МКС – и техники, и физики, и химики, и физиологи. Таких универсальных людей не найдешь на Земле. Вот в специальном боксе проводят эксперимент «Асептик». Анализируют смывы с поверхности станции. Результаты этого исследования необходимы для пилотируемых полетов на орбиту. В том числе и для будущих долговременных экспедиций в дальний космос. Мы сейчас в этом направлении очень активно работаем. И работаем не только внутри самой отрасли, я имею в виду Роскосмос, но работаем очень активно с Академией наук. И в ближайшее время мы предполагаем вынести определенные предложения в решение амбициозных задач. Однако самый главный эксперимент – это, конечно, сама Международная космическая станция и космонавты. Все экспедиции – это испытания себя и техники для того, чтобы открывать для человечества горизонты большого космоса. Наталья Бурцева, Константин Колодяжный, Михаил Куцкий. Студия Роскосмос. Вести.